Осторожной поступью держась за поручни. Именно так по надземному переходу возле остановки Заречна спускаются или поднимаются люди. Вне зависимости от походки, пола, возраста и особенностей здоровья. Это не прихоть, а вынужденная мера, чтобы не упасть и не повредить конечности. Плачевная картина из разбитой плитки и торчащих проводов, предназначенных для отопления этой конструкции, наблюдается как с одной, так и с другой стороны моста. О том, что надземный переход нужно довести до ума, местные жители писали в социальных сетях еще в 2006 году. 70-летний Юрий Вячеславович живет на нижней террасе последние 30 лет. Застал, как пешеходный переход строили и разрушается он также на его глазах. Дорогу по мосту он переходит почти каждый день. Мужчина отмечает, на его памяти серьезных нечастных случаев не было. Видимо, только чья-то сломанная нога сдвинет дело с мертвой точки, считает пенсионер. Ремонтировать обязательно, потому что пожилых людей очень много ходит здесь. Могут и ноги, и руки поломать здесь. Если упадет человек, то разобьет действительно. Короче, пока этого не случится, у нас, по-моему, делать ничего не будут. Поэтому желательно, чем быстрее его отремонтировать, тем лучше. На днях местная администрация все же обратила внимание на пешеходный мост за Волгой. Снова делать теплым пол, как раньше, в планы пока не входит. Но плитку обещают заменить. Сейчас мы готовим проект с медной документацией. И как только мы все ее приготовим, то есть в июне месяце, мы заключим контракт. И приступим. Думаю, в июне месяце мы должны приступить. Нам нужно сейчас пока в первую очередь сделать доступку для жителей. То есть отремонтировать саму поверхность. То есть пешеходную часть заменить по площадке. Но доступность городской среды касается всей категории граждан, включая инвалидов. А вот здесь пандусы для инвалидов видели? Нет, они тоже непонятно чего. Колеса, они не совпадают между рельсами этими колесами. Там невозможно. Это надо мужиком быть так и физически крепким, чтобы везти их больного, например. В администрации разводят руками. Мол, непонятно, как могли построить такой пешеходный мост. Сейчас стандарты инфраструктуры для маломобильных граждан изменились. Подобный подземный переход требует специально оборудованного лифта. Для того, чтобы сделать нормативный надземный пешеходный переход, он уже требует механическое поднимание и опускание инвалидов. То есть это лифты. Такой пешеходный переход стоит более 50 миллионов рублей. А тем временем по мосту с опаской продолжают передвигаться даже здоровые люди. Рината Леулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.